В Актау люди страдают от нашествия блох. Жители одного из микрорайонов пожаловались, что кровососущие насекомые отравляют им жизнь. Взрослые и дети искусанные. И как оказалось, паразиты атакуют местное население не первый год. А многочисленные обращения в жилищную инспекцию, говорят люди, остаются без внимания. Тему продолжит Алия Абитова. Жительница Актау Аймгуль Бекбаева жалуется, что ее сына покусали блохи. Сильнее всего пострадали ноги ребенка, что пришлось обратиться за помощью к врачам, говорит женщина. По ее словам, она не раз обращалась с жалобой в коммунальные службы, но проблема так и не решилась. Я подала заявку 18 июня. Это было неделю назад, но никаких действий предпринято не было. Вы только что видели ноги моего сына. Если КСК не могут сами решить проблему, пусть ищут другие пути. Ведь это происходит уже далеко не первый год. Например, моей дочери сейчас 15 лет, а проблема с блохами была еще, когда она ходила в детсад. Жители говорят, прыгучие насекомые поселились даже в постели. Люди обеспокоены здоровьем детей. Ведь блохи являются переносчиками опасных заболеваний. Это невозможно каждый день стирать вещи, одеяло, потому что они прям по кровати прыгают. Ладно бы они где-то там, я знаю, в подъезде, если зайти, тоже можно с ними столкнуться. Они по ногам просто прыгают. Это достаточно неприятно. Ну и, скорее всего, блохи-разносчики тоже чего-то. Внуку два года, проблемы весь покусаны. Обратились к дерматологу, давали направление в инфекционное ложить. Мы не положили в инфекционное, это еще больше болячек получим. Требование, чтобы благовременно, заранее, чтобы обрабатывали, не ждали наших заявок. Как сообщили в жилищной инспекции, с данной проблемой по этому адресу к ним поступило четыре жалобы. Работы по дезинфекции, говорят они, будут проведены в порядке очереди, так как по плану у них обработка еще нескольких домов. Все же в любом случае делается, по мере поступления заявлений. Вот были кричащие дома, мы вначале их сделали. Мы уже восемь домов обработали. Сейчас у нас идут по плану одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Дальше пойдут, у нас еще двадцатый и другие дома идут. Тем временем у людей терпение на исходе. Они просят ответственных лиц как можно скорее решить их наболевшую проблему.